На различные заведения нашли способ нажиться на повальном увлечении новой игрой Pokemon Go. Сотрудники баров и ресторанов размещают приманки для карманных монстров. Туда приходят многочисленные клиенты, которые на них охотятся. И одним из таких заведений стал Maxwell Bar. В день здесь тратят до 100 фунтов на размещение приманок для монстров, но зато и выручка при этом зашкаливает. Считайте, за каждый фунт, вложенный в игру, бар получает обратно 44%. То есть доходы здесь выросли на 26% всего за неделю. Ну и игры в сторону. Футболистам иногда нужно расслабляться, но не стоит заменять релаксацию игрой. Так считает главный тренер Манчестер Юнайтед Джозе Муринио. Строго-настрого запретил футболистам своей команды играть в Pokemon Go. Тренер вызывает беспокойство шумиха вокруг японских монстриков. Тем более, потому что она не обошла стороной его команды. Муринио уверена, что работа важнее всего и требует, чтобы за 48 часов до матча его подопечные концентрировались исключительно на футбольной тактике, а не на стратегии ловли покемонов. Тем более, что на днях Манчестер был буквально разгромлен дортманской Барусией со счетом 1-4. Иногда игра может действительно далеко завести. Вот, например, в погоне за Покемоном двое подростков заблудились и пересекли границу США и Канады. К счастью, ребята обнаружили местные таможенники, пограничники и после недолгого разбирательства вернули родителям. Pokemon Go — это бесплатное приложение, которое соединяет цифровой и реальный миры. Одна из ее целей — поймать Покемона. Релиз игры в России ожидается в ближайшее время. Правда, вначале ее проверят психологи и педагоги. Продолжение следует...